Организация занятости учащихся в шестой день недели в учреждении образования Витебский государственный политехнический профессиональный лицей началась со спортивно-оздоровительного праздника «Зимние забавы». Ребята соревновались в скандинавской ходьбе с лыжными палками, проводили эстафеты с кеглями, бойко перетягивали канат. Праздник получился веселым, активным и зарядил всех бодрым, позитивным настроением на всю предстоящую учебную неделю. У нас в лицее сегодня, в субботу проводятся очень солидные и значимые мероприятия. Наши учащиеся занимаются спортом, занимаются профориентированной работой, показывают свои таланты. И все это делается для того, чтобы будущие наши абитуриенты, студенты, которые придут, могли заранее узнать, что у нас происходит, какие традиции есть, какие новшества есть в учебном заведении. И самое главное, чтобы студенты в шестой день были заняты, как и чаще всего школы. Это очень на сегодняшний день обращает внимание Министерство образования и наш президент. И мы стремимся идти в ногу с задачами, которые перед нами стоят. Особое внимание в шестой день недели в лицее уделяется профориентационной работе. И для гостей, учеников выпускных классов средней школы номер 2 и номер 31 города Витебска, учащиеся лицея в промобатле рассказали о преимуществах выбранных ими профессий. Работа в шестой день недели в Витебском государственном политехническом лицее осуществляется по различным направлениям, среди которых физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа, профориентационная работа, культурно-массовая, экскурсионная деятельность и социально-коррекционная. Одним из приоритетных направлений работы в шестой день недели является профориентационная. Сегодня мы встречаем школьников города Витебска, среднюю школу номер 2 и среднюю школу номер 31. Ребята пришли, чтобы поучаствовать в работе в школе будущего профессионала. Эти мастер-классы направлены на то, чтобы ребята ознакомились со заме профессии, погрузились в профессию, посмотрели ее изнутри и определились для себя, готовы ли они посвятить жизнь этому ремеслу. Для школьников были организованы мастер-классы, где ребята смогли поучаствовать в изготовлении кондитерских изделий из теста, элементов композиций из шоколада и мастики, ознакомиться с искусством карвинга и сервировки стола. А для учащихся лицея в этот день были организованы факультативные занятия, занятия по подготовке к централизованному тестированию, консультации преподавателей-предметников. Сегодня, суббота, проходит шестой день. Причем шестой день и для своих учащихся, и для учащихся школ. Школьники присутствуют и с 31-й школы, и со 2-й школы, и свои ребята, которые заняты в спортивном празднике, на различных факультативных занятиях, а также, в общем-то, готовятся и поступать в высшие учебные и среднеспециальные учебные заведения. И вышло постановление Министерства образования под номером 21 от 19 января о том, чтобы пристальное внимание уделяли профессиональной ориентации на рабочие профессии в системе профессионально-технического и среднеспециального образования. И вот в этом учреждении образования сегодня мы четко прослеживаем, что вот даже разговаривая с ребятами, школьниками, да, не все, которые пришли сегодня, готовы пойти учиться в это учебное заведение, но есть и ребята, которые заинтересовались в той или иной профессии и говорят, да, скорее всего, поступать, наверное, сюда. И в управлении образования, в Министерстве образования большое внимание уделяется еще такому аспекту работы с родителями, не только с учащимися, но и с родителями, потому что правильный профессиональный выбор – это выбор ребенка и, конечно же, с помощью родителей. Проведение мастер-классов с применением профессиональных проб будут в лицее проводиться и в дальнейшем, что позволит школьникам ознакомиться с профессиями кондитера, официанта, повара и определиться в дальнейшем с выбором трудового пути. Сосновый бор – живописный берег реки, окрестности с уникальной историей, и все это из окна вашей квартиры. Причем квартиры, построенные по эталонам самых современных технологий, из-за чего проживание в ней максимально комфортно, удобно и безопасно. Это реально? Общество с ограниченной ответственностью ВТП, компания по строительству качественно нового жилья в Беларуси, сделало это реальностью, предлагая квартиры в новом монолитном пятиэтажном 40-квартирном жилом доме в поселке Лужесно Мазаловского сельсовета Витебского района. Поселок с городскими привилегиями. Здесь имеются все возможности для качественной жизни. Магазины, аптека, почта, аграрный колледж Витебской государственной академии ветеринарной медицины, Лужеснянская базовая школа, детский сад, Витебское кадетское училище, на территории которого находится спортивный комплекс, удивительной красоты дендропарк Лужеснянского сельскохозяйственного техникума, памятник природы областного значения. Технологии, внедренные при строительстве монолитного 40-квартирного дома в Лужесно, имеют ряд преимуществ. Все квартиры в нашем доме повышенных потребительских качеств. В них сочетается как идеальная гладкость поверхности внутренних цементно-стружечных плит, так и высокие тепло- и звукоизоляционные свойства наружных пенополистирольных плит. Все это позволяет покупателям существенно уменьшить расходы как по внутренней отделке помещений, так и по утеплению наружных стен дома. Неоспоримым плюсом наших квартир является повышенная теплоизоляция. В нашем доме отсутствуют мостики холода. Это такие элементы конструкции дома, которые обладают повышенной теплопроводимостью и зачастую являются причиной возникновения плесени, конденсата, сырости и увеличением затрат на отопление. Так вот, в нашем доме их нет. А улучшение характеристик звукоизоляции мы постарались добиться как конструктивными решениями, то есть с погашением звуковой волны при прохождении через многослойные ограждающие конструкции, так и укладкой полифлекса толщиной 10 мм по всей площади пола и укладкой минераловатной плиты по периметру помещений. Помимо повышенной теплой звукоизоляции, у нашего дома есть еще ряд преимуществ, которые касаются внутренней отделки помещений. К ней вы можете приступить практически сразу, только получите ключи. Дело в том, что наш дом не дает усадку, поскольку нагрузка на стену осуществляется равномерно, ни трещин, ни деформаций быть не может. Плюс еще ко всему это наличие внутренних цементных стружечных пир. Во-первых, они очень гладкие, что существенно сэкономит ваши средства при их отделке. Ну и во-вторых, мы можем избежать опять же тех же пресловутых трещин или деформаций стены. Еще существенный плюс в том, что внутри можно осуществлять любую перепланировку квартиры, поскольку стены здесь не являются несущими. Балконы же в нашем доме напоминают веранды. И по форме, и по размеру они отличаются от уже привычных нам. Дело в том, что площадь их составляет 6, а в некоторых квартирах целых 7 квадратных метров, что позволяет владельцам не только устроить здесь летнюю столовую, но и организовать места для хранения, тем самым освободив площадь жилых комнат от шкафов и комодов. А приобрести квартиры в нашем доме вы можете, заключив договор с обществом с ограниченной ответственностью ВТП и полностью оплатив квартиру, либо оплатив 50% заключить рассрочку от застройщика от 6 месяцев до 2 лет, а также воспользовавшись кредитными программами различных банков. Став владельцем квартиры в Ложесно, вы получите городской комфорт в чистой природной зоне на берегу реки, вдали от шума и интенсивного движения городского транспорта. По вопросам приобретения квартиры в новом доме в поселке Ложесно Витебского района Обращайтесь в общество с ограниченной ответственностью ВТП по телефону 66 4147 Дополнительная информация на сайте втп.бай